Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лекс Фридман. И это второй отрывок из моего разговора с Таккером Карлсоном, где он говорит о Трампе. Если вы хотите посмотреть полный разговор с Таккером, пожалуйста, переходите в плейлист «Лекс Фридман на русском» по ссылке в описании. Там вы найдёте полные версии подкастов, которые мы перевели на русский. Если вы включили видео и слышите английский, нажмите, пожалуйста, на шестерёнку в углу и выберите русскую дорожку. Большое спасибо Юре с этого канала Карлсон ТВ за его помощь и вообще за то, что он прекрасный человек. И спасибо вам за ваше время и поддержку. А теперь, дорогие друзья, Таккер Карлсон. Позвольте спросить, вы были довольно близки с Дональдом Трампом. Ваши личные сообщения о нём были обнародованы во время выборов 2020 года. В одном из них вы сказали, что страстно ненавидите Трампа. Когда это стало известно, вы сказали, что на самом деле нет, вы его любите. Так как же вы объясните разницу? Мои сообщения отражают многое, в том числе и то, что я чувствовал в тот момент, когда их отправлял. Об этом конкретном сообщении я узнал случайно, поскольку мне пришлось изучать его во время дачи показаний по делу, в котором я не фигурировал. Я вообще не имею к этому никакого отношения. Безумие, как можно использовать гражданские иски, чтобы навредить людям, с которыми вы не согласны в политическом плане. Но я был зол на вполне конкретного человека. Если вы спрашиваете меня, то расскажу вам, как это было. Это было в тот момент, когда закончились выборы, и они вдруг остановили подсчёт голосов в тот же вечер. У меня промелькнуло, это ещё что? Остались только бюллетени по почте и машины для голосования. Я тогда подумал, да, это же фальсификация. Думал так тогда, думаю, так и сейчас. Теперь же очевидно, что так оно и было. Но в то время я думал, мне кажется, что случившееся только что — сумасшествие. Но я не хочу выходить в эфир и говорить, что это фальсифицированные выборы, потому что у меня нет никаких доказательств их фальсификации. Вы не можете так поступать. Это безответственно и неправильно. Тогда я хотел, чтобы компания Трампа сделала все эти заявления о том или ином мошенничестве. Я изо всех сил старался подтвердить их, проследить за ними. Все говорили, заткнись, Трамп, ты проиграл, уходи, мы предъявим тебе обвинение. Но я чувствовал, что моя работа заключается в том, чтобы сказать, нет, этот парень, он президент, он утверждает, что выборы были украдены, и он делает эти заявления. Давайте посмотрим, что мы сможем. Но люди его окружавшие были настолько некомпетентны. Полное безумие. И я звонил несколько раз, в конце концов сдался, но я звонил и говорил, так, ребята, вы утверждаете, что есть несоответствие и всё такое. Что бы ни случилось, давайте мне доказательства, и я покажу это по телевизору. Это моя работа, доносить до публики то, что больше нигде не покажут. Это было безумие, насколько некомпетентным и несерьёзным. Поэтому они не смогли предоставить... Вот в чём суть этой истории и этого сообщения. Потом они вышли на меня и говорят, голосуют мёртвые люди. Но это лёгкий вызов. Если голосовал мертвец, то мы можем доказать, что кто-то мёртв. Потому что смерть — это одна из немногих вещей, которые мы тщательно проверяем. Вы начинаете попахивать, и об этом есть записи. Это называется свидетельство о смерти. Так что мне нужно было дать имена умерших людей, которые голосовали. И тогда мы смогли бы получить их регистрацию и доказать, что они голосовали. Пять имён. И вот я выхожу на телевидение и говорю. Вот есть такая Кэролайн Джонсон. 79 лет, из Уокегана, штата Иллинойс. Проголосовала. Вот её свидетельство о смерти, она умерла. И компания присылает мне всё это. Вообще-то я не беру материалы напрямую у компании, ведь они все врут. Потому что их работа — избирация или что-то ещё. Поэтому я очень настороженно отношусь к компаниям, поскольку занимаюсь этим уже 30 лет. Но я сделал исключение из своего правила и получил от них кучу материала. Из шести имён двое ещё живы. Что? Я тут же исправил это на следующий вечер. CNN выпустила целый сегмент о том, что я распространяю дезинформацию, что, кстати, так и было. В данном случае они были правы. Я был так зол. Я сказал, я вас ненавижу. Я больше не буду говорить о вас. Я так зол. В общем, вот и весь ответ. Вот что это было. С кем вы переписывались? С моим продюсером. И мы были вне себя. Я с ним очень близок и знаю его очень давно. Он очень умный, и он был тем, с кем я мог быть откровенен. Я звоню ему и такой... Мне это, кстати, показалось забавным. В том смысле, что это был я. Но такого себя я сведу к минимуму. Но кража чьих-то сообщений... И, кстати, я был идиотом. Я должен был сказать, да хоть придите и арестуйте меня, но я не предоставлю вам свои чёртовы сообщения. Но меня заставил это сделать адвокат. Меня не запугивали. Я был достаточно слаб, чтобы согласиться с адвокатом. Это была моя вина. Не надо было этого делать. Идите нахер. Это мои сообщения. Я даже не фигурирую в этом деле. Я должен был сказать именно это, но не сказал. Я сказал на следующий день в эфире, я сказал, что был зол, но не в таких красочных выражениях. Да неважно. Я стараюсь быть открытым. Кстати, я также думаю, что если наблюдать за кем-то в течение долгого времени, то не всегда можно понять, что он на самом деле думает. Но можно определить, что человек лжёт. Вы можете как бы почувствовать это в людях. И я лгал. Я уверен, что буду и дальше лгать. Я не хочу лгать. Я не думаю, что я лжец. Я стараюсь не быть лжецом. Я не хочу быть лжецом. Я думаю, что это очень важно. Не быть лжецом. Вы говорили обо мне приятные вещи. Я начинаю сомневаться. У меня есть вопросы. У меня много вопросов, Такер. Я ненавижу Лекса Фридмана. Да. После этого мне нужно будет перечитать твои сообщения. Мои сообщения неинтересны. Просто безумие, насколько они неинтересны. Эмодзи и гифки. Да, и куча фотографий собак. Мила, вы сказали, что выборы в США четыре года назад были сфальсифицированы. Их что, украли? Они сто процентов были украдены. Вы что, шутите? До такой степени все было подстроено? Да. Прямо перед выборами они полностью изменили способ голосования, сославшись на пандемию ковида, которая вообще не имеет отношения. То есть это и есть способ фальсификации и манипуляции? Сто процентов. А затем вы цензурируете информацию, которую люди могут получить. Любого, кто жалуется на ковид. И это, кстати, помогло навредить Трампу. Но я имею в виду, это неважно. Можно играть по-разному. Но в демократическом обществе цензура невозможна по определению. Вот как это работает. Правит народ. Он голосует за представителей, которые озвучивают их интересы в столице и добиваются их принятия. Так народ становится главным. А затем раз в несколько лет они оценивают работу этих людей на выборах. Чтобы это сделать, им нужен доступ. Свободный доступ к информации. И никто, особенно люди, уже находящиеся у власти, не вправе указывать им, какую информацию они могут получить, а какую нет. Они должны получать всю информацию, которая им нужна. Независимо от того, хотят ли этого люди, стоящие у власти или не хотят, считают ли они ее правдой или не считают, это не имеет значения. И если этого нет, то нет и демократии. Это не свободные выборы. Точка. И, по-моему, в других странах, мне кажется, это понятно, но у нас непонятно. Я бы сказал, что именно эти выборы, мне потребовалось время, чтобы прийти к этому, но именно эти выборы станут референдумом о демократии. Байден стареет. Он в буквальном смысле старик. Он не может говорить, не может ходить. Весь мир знает это. Отбросьте пока границы, ведь люди, все в мире это знают. Он не может, старик не может быть избран президентом самой могущественной страны мира, если только не будет фальсификации. Точка. Кто будет голосовать за старика, он в буквальном смысле не может говорить. И никто из моих знакомых не считает, что он управляет правительством США, потому что он и не управляет. И поэтому я думаю, что мир смотрит на эти предстоящие выборы и говорит, да, многие в мире ненавидят Трампа. Ладно, это не одобрение Трампа, но это правда. Если Джо Байден будет переизбран, тогда демократия превратится в дурацкую шутку. Это ведь правда? Думаю, половина страны не считает его стариком. Просто думаю... Вы действительно так думаете? Что они не считают его стариком? Да, я думаю, у него просто трудности с речью. У него просто постепенная деградация, он стареет, и это тянет за собой деградацию когнитивных способностей. В чем разница между деградацией когнитивных способностей и старением? У старости есть определенный порог. Пока он его не перешел, то может быть полноценным лидером. Возможно, я не совсем понимаю этот термин, возможно, есть порог IQ или что-то еще, но я с радостью соглашусь с деградацией когнитивных способностей. Конечно, но это возрастное. Но он ведь лидер Соединенных Штатов, обладающий вторым по величине ядерным арсеналом в мире. Да, я согласен. Я неравнодушен к великим речам и ораторским способностям лидеров. А Байдену в условиях двух войн и еще нескольких потенциальных важно уметь красноречиво говорить как наедине с другими лидерами, так и публично. Я согласен с вами, что ораторское искусство имеет огромное значение. Убедить людей в правильности своей программы, рассказать им, о чем она. Национальная идентичность, национальное единство, все это достигается с помощью слов. Но на данном этапе даже тот, кто хрюкает в микрофон, был бы более обнадеживающим, чем парень, который явно не понимает, где он находится. И я не могу представить, что найдется хоть один честный человек в Вашингтоне, где 90% очевидно проголосуют за Байдена, ведь их доходы зависят от федерального правительства. Но найдется ли хоть один человек, который мог бы сказать, что из 350 миллионов американцев он лучше всего подходит для управления страной или хотя бы входит в топ-80. Это просто позор, что этот парень наш президент. А с учетом того, что идут войны, это страшно. Но опять же, сложно понять, почему выбор пал на него. Согласен. Наверное, сбой системы. Очевидно же, что она не работает, если одному за 80, а другому почти под 80. Люди такого возраста не должны ничем управлять. Со стороны демократов есть Дин Филлипс, еще есть Кеннеди-младший, думаю, он независимый, и еще есть Вивик. Все они более-менее молодые. Почему они не связали свою деятельность с тем, за что голосуют люди? Это действительно интересный вопрос. В смысле, я думаю, это реально интересный вопрос. Есть миллион разных ответов. Конечно же, я не до конца понимаю его, хотя мне кажется, что я следил за этим довольно внимательно. Но я бы сказал, что суть в том, что в федеральном аппарате, в партиях, в правительстве крутятся огромные деньги. Как я уже говорил минуту назад, в нашей экономике доминируют монополии. Но самая крупная из всех монополий это федеральная монополия, которая контролирует и управляет всеми остальными монополиями. Так что речь идет исключительно о деньгах. Это не идеология, дело в деньгах. И если кто-то контролирует федеральное правительство, то на данный момент это самая могущественная организация в истории человечества. С ними трудно бороться. Но я знаю ответ в случае с Трампом. Они провели обыск в Маралага и обвинения были по какой-то ерунде. У меня тоже было такое ощущение. Даже мне казалось. Да ладно. Что бы вы ни думали о Трампе. И я соглашался с его взглядами на иммиграцию и мне очень нравится личность Трампа как уморительного и интересного человека. И он правда такой? Ну и ладно. В нашей стране живет много людей. По крайней мере, давайте устроим настоящую дискуссию. Но когда... Простите, я уронил ваши камеры. Начинаю волноваться. Но стоило им начать обыск в Маралага по обвинению в документах. Я, как человек из Вашингтона, подумал, я много знаю о классификации и всех этих вещах, и не раз имел с ними дело. Но это было настолько абсурдно, что я подумал, теперь дело не в Трампе, а в том, что наша система продолжает работать. Если вы можете убрать кандидата в президенты по фальшивому обвинению, использовать систему правосудия, чтобы вывести его из гонки, значит у нас больше нет представительской демократии. И я думаю, что многие избиратели-республиканцы считали именно так. Если бы они не предъявили ему эти обвинения, я не уверен, что он стал бы номинантом. Теперь голосование за Трампа это своеобразный факт в системе. Или выражение вашего желания сохранить существующую систему, в которой решения принимают избиратели, а не прокуроры. Послушайте, они четыре года твердили нам, что Трамп это какой-то суперпреступник. На самом деле я дружил с некоторыми суперпреступниками, я немного менее рассудительный, чем большинство. Так что я не сбрасываю со счетов возможность того, что он такой же. Он занимался недвижимостью в Нью-Йорке в 70-е. Убил ли он кого-то, я не знаю. Нет, я не шучу, и я не за то, чтобы убивать людей, но все возможно. Хорошо, вы заняли свою позицию в этом вопросе. Нет, я не шучу, я подумал, ну а кто знает. Это недвижимость. А я не знал. И вот что они придумали, это обвинение по документам. Вы шутите? У действующего президента точно такое же нарушение с документами, но он в порядке. Просто безумие, что это происходит у всех нас на глазах. В этот момент речь идет не о Джо Байдене и не о Дональде Трампе. Речь идет о сохранении системы, которая работала не идеально, но чертовски хорошо на протяжении 250 лет. Я знаю, что вам не нравится Трамп, я понимаю. Но давайте не будем разрушать эту систему. Мы сможем выдержать еще 4 года Трампа. Думаю, сможем. Давайте успокоимся. А вот чего мы не выдержим, так это страны, чья политическая система управляется Министерством Юстиции. Вы в этот момент уже сходите с ума по Эквадору. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Он сейчас сбывает. Дима Removalа